Друзья, привет всем! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео хочу вам подробно рассказать об автомобильном видеорегистраторе в форме зеркала с двумя камерами под названием TrendVision MR4K. Название 4K говорит само за себя. Этот видеорегистратор на основную камеру записывает видео в реальном, неинтерполированном 4K Ultra HD разрешении. Благодаря тому, что здесь установлена матрица от Sony IMX415 с 8-мегапиксельным сенсором и скоростной процессор Hi-3559. Задняя камера при этом записывает Full HD разрешение, имеет парковочные линии, то есть ей можно пользоваться как камерой заднего вида при движении задним ходом. Имеется 11-дюймовый сенсорный экран, на котором можно производить настройки, просматривать видео и получать полезную информацию для безопасной езды. Также настройки, управление, просмотры видео можно осуществлять через проложение на смартфоне, так как здесь есть Wi-Fi. На экране можно просматривать изображение одновременно с обеих камер. И даже имеется здесь GPS-информер, который будет сообщать о наличии на пути следования автомобиля камер или радаров. И представляете, даже искусственный интеллект добрался уже до видеорегистраторов. Здесь есть искусственный интеллект AI, который понимает голосовые команды на русском языке. Я вам все эти команды обязательно дальше в видео покажу. Вообще все очень подробно, про него постараюсь рассказать. У TrendVision на данный момент есть целая линейка видеорегистраторов с названием Real 4K, где продвигаются устройства именно с реальным, неинтерполированным 4K разрешением. И на данный момент, по-моему, единственные на рынке, они продают видеорегистраторы, совмещающие в себе регистраторы с реальным 4K разрешением и радар-детектором. Если вам интересны такие устройства, напишите обязательно в комментариях. Я постараюсь на одно из таких устройств также подробный обзор записать. Сейчас на Озоне данный видеорегистратор можно купить со скидочкой 10% по специальному промокоду. Я, если что, ссылочку на регистратор и сам промокод в описании под видео оставлю. Сможете по ссылке перейти, посмотреть стоимость, почитать отзывы и при желании, воспользовавшись промокодом, заказать. Продается видеорегистратор вот в такой красивой фирменной упаковочке. На лицевой стороне мы видим изображение самого видеорегистратора в форме зеркала. Задняя камера 4K 3840 на 2160 пикселей. Сенсорный IPS-дисплей, голосовое управление, управление со смартфона. Здесь основные, так скажем, фишки видеорегистратора. 11-дюймовый сенсорный экран, GPS плюс спидкам, обзор с двухкамер на дисплее, широкий угол обзора, запись видео в реальном разрешении 4K. Задняя камера Full HD с парковочными линиями, циклическая запись, голосовое управление, парковочный режим, датчик удара и датчик движения. И на обратной стороне расписаны основные технические характеристики. Можете нажать на паузу и почитать. Давайте, наконец, открывать и смотреть комплектацию. Внутри нас встречает инструкция по эксплуатации полностью на русском, понятном языке. Здесь все-все-все очень-очень подробно расписано. Буклетик, техподдержка. Если возникли сложности при использовании устройства, пожалуйста, напишите в чат поддержки. Вот так все хорошо упаковано. Поролончик, чтобы регистратор не повредился. Уберем его пока в сторону. Силиконовые, достаточно тугие крепежи для видеорегистратора, чтобы закрепить его за зеркало. И здесь в коробочке все остальное. Комплектация достаточно богатая. Выносная GPS-антенна. При этом съемная. Здесь разъем microUSB. Здесь разъем джек. И двухсторонний скотч, чтобы GPS-антенну закрепить. Кабель зарядки в розетку прикуривателя на 5 вольт, 2,5 ампера. Вход при этом 12-24 вольта. Кабель достаточно длинный. Мини-USB. И камера заднего вида. Кабель здесь, если не ошибаюсь, 6-ти метровый. Камера уличного исполнения. То есть влагозащищенная. Разъем 4-х пиновый. Хорошо, что он вот такой вот тоненький, а не тюльпан. То есть кабель по салону где-то в отверстиях прокладывать будет достаточно удобно. Здесь также разъем джек. И имеется вот такой красный кабель. Его необходимо запитать от плюсов фонаря заднего хода. Чтобы при включении задней скорости регистратор понимал, что вы включили заднюю скорость. И выдавал вам на экран картинку задней камеры. В комплекте также имеется 3М-скотч и два маленьких саморезика. Чтобы камеру где-то над номером, например, закрепить. Можно, конечно, и просто на заднее стекло закрепить. Но лучше крепить все-таки снаружи автомобиля, чтобы камера хорошо показывала. Если у вас, например, заднее стекло тонировано. Ну и чтобы этой камерой пользоваться именно как парковочная камера. Сам видеорегистратор выглядит следующим образом. Как зеркало. Давайте транспортировочную пленочку сразу уберем. Так, у меня свет потух. Интересно. Пленочку отклеил, а под ней еще одна пленочка. Не знаю, видно вам нет. Но имеется еще одна пленка. Ладно, ее пока отклеивать не буду. Смотрите, в зеркало все замечательно видно. То есть отражает оно замечательно. При этом оно немного такое матовое. Пластик здесь черный матовый. На обратной стороне имеются 4 крючка для крепления видеорегистратора за зеркало. Рядом с крючками силиконовые площадки, чтобы штатное зеркало не повредить. Здесь же располагается основной объектив. Объектив основной камеры. При этом его можно вот таким образом в различные стороны регулировать. Даже можно немного поворачивать. Название TrendVision. Динамик. Клавиша сброса. Ресет отверстия вернее. Здесь единственная клавиша управления снизу. В принципе больше клавиш здесь и не нужно, потому что управление сенсорное. Два микрофона и сверху основные интерфейсы. Это microUSB разъем для подключения питания. Вход для камеры заднего вида. Вход для GPS антенны. И разъем для установки флешкарты. Флешкарты поддерживаются до 128 гигабайт. Я думаю и 256 он поддержит. И рекомендуется использовать именно высокоскоростные флешки, поскольку здесь запись в 4К разрешении. Я вам всегда в своих видео рекомендую именно флешки от Samsung. Высокоскоростные EVO Plus U3. Они временем себя зарекомендовали. Я много лет ими пользуюсь. Никогда они меня не подводили. Если что, ссылочку на продавца таких флешек я в описании под видео оставлю. Итак, видеорегистратор установлен. Уже неделю где-то я с ним покатался, потестировал. Установил я его маме в Kia Picanto. Взамен прошлого старого видеорегистратора зеркала. Вот так выглядит он в установленном виде. Держится крепко, надежно. Здесь крепежные резинки достаточно тугие. GPS-антенну закрепил вот сюда вот таким образом. Но приклеивать ее не стал, чтобы можно было ее легко вот так вот снимать. Здесь просто получается разъем зажат. И антенна легко снимается. Чуть позже расскажу, для чего ее необходимо будет иногда снимать. Кабель питания прокинул вот здесь за потолком. Здесь в стойке, внутри панели. И вот здесь его только видно немного. Пришел он в розетку прикуривателя. Если что, у меня на канале есть подробная видеоинструкция, как без вмешательства в проводку, скрыто, при этом не занимая розетку прикуривателя, подключить любой гаджет в автомобиле. Если что, на то видео я оставлю в описании под этим видео ссылочку. Если интересно, посмотрите. И кабель для камеры заднего вида пошел вот здесь вот под потолком. Здесь, здесь и ушел в багажник. Здесь кабель пошел по этой стойке. Внутри немного пластика, обшивки снял. И вывел камеру вот сюда. Над номером ровно по центру. И красный проводок от камеры подключил к плюсу фонаря заднего хода, чтобы при включении задней передачи автоматически на зеркале отображалось изображение с камеры заднего вида, с парковочными линиями. И вот так вот видеорегистратор смотрится с наружной стороны автомобиля. Его практически незаметно. Видеорегистратор включается автоматически при подаче питания. При этом можно его включить даже без питания, зажав нижнюю клавишу. У видеорегистратора встроенный аккумулятор на 1000 мАч. Благодаря чему он может работать в парковочном режиме без подключения каких-либо дополнительных модулей парковки. Подаем питание, то есть поворачиваем ключ зажигания. Видеорегистратор тут же автоматически включается. Вот это звуковое сопровождение в настройках можно отключить. И мы видим сразу изображение с основной передней камеры. При этом в настройках можно установить, чтобы включалась автоматически сразу задняя камера. Посмотрите, какая четкая картинка. Ну вот он сработал на мой голос. Я сказал задняя камера и он переключился на заднюю. Я вам позже покажу все голосовые команды. Передняя камера. Спасибо. Посмотрите, какая четкая картинка. Как все хорошо детально видно. При этом под любыми углами. Угол обзора здесь достаточно хороший. На основном экране мы видим название видеорегистратора. Время, день недели, дата. Надпись Trend Vision. Направление движения автомобиля. Север. Скорость движения автомобиля. И индикатор записи видео. Сейчас запись идет. Если тапнуть по экрану, при этом вот это звуковое сопровождение тоже можно отключить, то появятся дополнительные индикаторы, которые через несколько секунд исчезают. Запись идет в 4К. Время записи. Дата. Время. Камера задняя подключена. Звук записи включен. Идет заряд батареи. Wi-Fi включен. Замок. Нажав на него, мы запишем ролик в неперезаписываемую память, что очень удобно. Едете, что-то увидели интересное, хотите ролик сохранить в неперезаписываемую память. Нажали на значок и записался 20-секундный ролик. Конечно, здесь запись, как и во всех современных видеорегистраторах, циклическая. Более старые ролики при заполнении флешкарты перезаписываются новыми. Нажав на индикатор записи видео, мы можем отключить запись видео. Нажав на индикатор фотоаппарата, сделаем фотографию. И нажав на индикатор микрофона, мы можем отключить либо включить запись звука. Также здесь мы видим, что J-сенсор включен, парковочный режим включен и спутники видеорегистратор поймал. Очень удобно здесь реализована функция управления регистратором свайпами. Если вводить пальцем по правой части экрана вверх-вниз, то можно менять яркость дисплея. Если то же самое делать по левой стороне экрана, то можно настроить область отображения с камер на дисплее. Здесь зеркало-то узкое, а изображение на самом деле больше. И мы можем вот так, как будто бы камеру наклонять. Если пальцем свайпать справа налево, то можно быстро менять камеры. Задняя, передняя, обе камеры одновременно. При этом смотрите, как все быстро срабатывает. Ничего не тормозит, не глючит. Вот за неделю использования я проблем вообще никаких здесь не заметил. Все работает достаточно быстро. И если свайпнуть слева направо, то мы переходим в режим просмотра видеозаписи, что очень удобно. Сразу началось воспроизведение. Можно паузу нажать. Можно вот так вот по тайм-линии передвигаться. Выбираем здесь нужный ролик. Предположим, вот этот. И тут же его просматриваем. Можно выбрать фронт. Аварийное видео, общее видео, заднее аварийное, заднее общее. Фотографии можно выбрать. Можно несколько роликов выбрать и удалить. Реализовано здесь все очень удобно. Чтобы выйти назад, нажимаем стрелочку назад. И возвращаемся к тому, что было включено до этого. Вот обе камеры теперь у нас. Если вы хотите просто смотреть в зеркало, то можно нажать клавишу один раз внизу. И зеркало как будто бы отключится. Но запись сейчас на самом деле идет. И если вдруг на путеследовании появится камера или радар, то зеркало включится. Здесь отобразится скорость, которую нельзя превышать. Также голосом регистратор все сообщит. Но это я вам позже покажу. И затем автоматически отключится, как вы камеру проедете. Хотите включить? Нажали. Все, опять видим картинки с камер. И также можно все в настройках настроить. Выставить определенное время, через которое зеркало автоматически будет переключаться в режим именно зеркала. Но запись будет продолжаться. Теперь пробежимся по основным настройкам. Их здесь очень много. Нажимаем шестеренку. И смотрите, настройки даже на один экран не помещаются. По-моему, их здесь 27. Выход понятно выйти. Цикл записи. Нажимаем и выбираем, какой длины будут ролики. 1, 3, 5 минут. Выбрали 1. И попадаем обратно в меню. Запись звука можно включить, отключить. При этом, если только два параметра на выбор, то мы просто нажимаем, запись звука выключена. Еще раз нажали, запись звука включена. J-сенсор. Можно настроить его уровень чувствительности. Конечно, здесь есть датчик удара. Если вдруг по дороге вы попадете, не дай бог, в аварию, сработает датчик удара, и ролик запишется в неперезаписываемую память. Я обычно ставлю низкое, чтобы на каждой кочке ролик у меня не сохранялся. Парковочный режим. Также можно настроить J-сенсор на низкую, среднюю или высокую. Вот при настройке парковочного режима, если вдруг, когда автомобиль ваш будет припаркован, кто-то ваш автомобиль стукнет, сработает также датчик удара, видеорегистратор незаметно включится и запишет ролик в неперезаписываемую память. Здесь я поставил на высокую чувствительность. Номер автомобиля можно вбить, и номер автомобиля на записях будет отображаться. Отключение дисплея. Настроить, чтобы автоматически отключался через одну минуту, через три. Либо отключить вообще автоматическое отключение дисплея. У меня отключено. Кодек можно выбрать. Сейчас стоит H-265. И можно выбрать H-264. Ну, конечно, лучше ставить H-265. Тогда ролики будут записываться высококачественные и будут занимать мало места. Можно выбрать частоту мерцания, режим USB для подключения зеркала напрямую к компьютеру. Например, звук кнопок включить либо отключить. Вот сейчас я звук кнопок отключил. Смотрите, при нажатии ничего не срабатывает. Громкость динамика можно настроить. У меня стоит высокая. То есть это именно сообщение о наличии камеры или радаров. Звук кнопок я включу. Мне нравится, когда происходит пищание небольшое. Звук загрузки можно включить либо отключить. Я его выключу. Режим задней камеры. Если мы его включим, то при включении видеорегистратора сразу будет отображаться картинка с задней камеры. Конечно, я включу, потому что вот маме моей так удобнее, например. Язык можно выбрать. Дату, время настроить. Отформатировать флешкарту. Сбросить настройки к заводским. Управление голосом. Нажимаем. И видим вот такие команды. Я позже вам продемонстрирую. Можно нажать отмену и отключить управление голосом. Я отключать не буду, потому что это очень удобно. Мама у меня постоянно голосом управляет. QR-код открыть для скачивания приложения. Посмотреть информацию о системе. Тест GPS. Посмотреть, сколько спутников поймало GPS-антенна. Часовой пояс выбрать. Откалибровать скорость можно. То есть корректировку показаний сделать текущей скорости на дисплее под спидометр автомобиля. Потому что спидометр автомобиля всегда немного показания другие показывает, чем на самом деле по GPS-у. Настроить дополнительные превышения. То есть настройка допустимого порога превышения в зоне оповещения о камере или базе. Ниже которого не будет выводиться предупреждающий сигнал о превышении скорости. У меня стоит по-моему 10 км в час. То есть если стоит знак 40, то у нас превышение на 20 км в час не наказывается. Можно по идее до 60 ехать. И чтобы регистратор постоянно не сообщал, что вы превышаете скорость, можно настроить вот это дополнительное превышение. Это очень удобно. И можно включить либо отключить спидкам. То есть GPS-информер о наличии камер или радаров. Так, друзья, я был вынужден сменить локацию. Приехал в гараж и хочу вам показать, как работает задняя камера. Ага, спасибо. Смотрите, все четко, хорошо в зеркало видеорегистратора видно. При этом, если включить заднюю скорость, изображение как бы сужается. То есть мы видим очень большую картинку. Появляются парковочные линии. Также все замечательно видно. Если нажимать вот сюда на кружок, можно менять как бы угол наклона. Что тоже очень удобно. При этом даже ночью при плохом освещении, даже когда вообще нет освещения, картинка получается достаточно хорошая на заднюю камеру. И в зеркало видеорегистратора также все хорошо видно. Но единственное, я не смог найти в настройках, как автоматически зеркалить изображение при включении задней передачи. По идее, вот этот шкаф у меня должен сейчас слева отображаться. То есть картинка должна быть зеркальной. Не смог в настройках этого найти. Обычно на таких регистраторах все это в настройках настраивается. Напишу сегодня же производителю, посмотрю, что ответит. Может быть в обновлении прошивки добавят такую настройку. А может уже добавили. Я, кстати, прошивку в нем еще не обновлял. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас такой же видеорегистратор. У вас он зеркалит изображение, когда вы включаете заднюю передачу или нет. Что касается обновления прошивки видеорегистратора, обновляется он следующим образом. На официальном сайте TrendVision скачиваем прошивку, закачиваем ее на microSD флеш-карту, вставляем видеорегистратор, включаем видеорегистратор и он автоматически обновляется. А вот что касается обновления базы камер видеорегистратора, реализовано здесь все достаточно интересно. Я такого еще не встречал. Также скачиваем на официальном сайте обновление баз камер. Затем отключаем GPS-антенну, подключаем ее к компьютеру. Он ее определяет как флеш-карту. Закачиваем базу камер на GPS-антенну, получается. Все, подключаем антенну и база камер обновлена. Теперь давайте покажу вам, какие здесь есть голосовые команды, какие команды понимает видеорегистратор. Выключить дисплей. Включить дисплей. Выключить микрофон. Включить микрофон. Защитить запись. Сделать фото. Передняя камера. Задняя камера. Все камеры. Вот такие голосовые команды. Спокойно понимает русский язык. Я считаю, это очень удобно. Не надо во время движения отвлекаться, нажимать какие-то кнопочки, по сенсору водить. Просто сказал команду, видеорегистратор ее выполнил. Пробежимся быстренько по приложению. Называется оно RodeCam. Можно отсканировать QR-код на видеорегистраторе-зеркале и установить его. Можно просто в Play Market, в поиске, либо в App Store найти это приложение. Установили. Включаем Wi-Fi. Подключаемся к видеорегистратору. Вот я уже подключился. При первом подключении необходимо ввести пароль от 1 до 8. Предварительно на видеорегистраторе, на экране, необходимо нажать значок Wi-Fi, чтобы Wi-Fi включить. Вот так выглядит основной экран. Можно зайти в альбом и посмотреть ролики, либо изображения, которые вы скачивали. У меня здесь пока только изображение. При этом оно уже сохранилось в память смартфона. Можно зайти в мой. Здесь имя приложения, версия приложения. Написать в службу поддержки, можно письмо, вопрос задать. Запись. Нажимаем название видеорегистратора. И здесь мы можем нажать на шестеренку, перейти в основные настройки. Зайти в видеозапись, посмотреть ролики и тут же их скачать на смартфон. То же самое можем сделать с фотографиями. Можем переключиться на заднюю камеру. И будем видеть в режиме онлайн картинку с задней камеры. Можно открыть картинку вот таким образом на весь экран. Смотреть таким образом. Можно остановить запись. Можно переключиться в режим фото и сделать фотографию. Можно обратно переключиться в режим видеозаписи. И посмотрим основные настройки. Нажимаем шестеренку. Здесь самые основные настройки. Разрешение видео. Поменять его нельзя всегда 4К. Выбрать видеокодек. Настроить чувствительность J-сенсора. Настроить чувствительность J-сенсора во время парковки. Включить и выключить запись звука. Настроить громкость динамика. Настроить автовыключение экрана. Звук кнопок отключить, включить. Настройки Wi-Fi. То есть сменить пароль. Можно отформатировать флеш-карту. И сделать сброс к заводским настройкам. Вот такое простенькое приложение. Простенькие настройки. Ничего сложного здесь в управлении приложением в принципе нет. Друзья, смотрите какая четкая картинка. Даже в темное время суток. Как все хорошо на зеркале видно. Передняя камера. Картинка даже ночью достаточно яркая. Я глазами не вижу столько, сколько видеорегистратор мне показывает. Задняя камера. При этом задняя камера уже наверное немного мокрая. На улице дождик. Но картинка все равно отличная. Опять же в зеркало. Я сейчас сзади столько информации его не получил. А на картинке с камеры все хорошо видно. Все камеры. И что касается GPS информера. Здесь он работает по базам SpeedCam. То есть определяет камеры по координатам их расположения. И понятно, что если где-то на трассе будет установлена переносная тренога. И раньше она там никогда не стояла. То видеорегистратор ее может не обнаружить. Может о ней не предупредить. Ну как правило все треноги сейчас ставятся в тех местах, где стоят знаки на трассе. И так же они в базу занесены. Я сколько катался. Что на трассе, что в городе. Видеорегистратор обо всех камерах меня предупреждал. Проблем с этим не было. Сейчас у меня установлен порог превышения допустимой 4 км в час. Специально поставил пониже. То есть если я превышу скорость больше чем 4 км в час положенной. То видеорегистратор будет меня еще и предупреждать о том, что я превышаю скорость. Если не буду превышать этот порог. То видеорегистратор просто скажет, что на путь исследования камера. И всю информацию нам на экран вывезет. Сейчас примерно через километр будет камера. На 60 км в час. Динамик стоит на полную громкость. И видеорегистратор должен нам сказать об этом. Так, давайте я превышу скорость специально. Больше 64 км буду ехать. Осталось метров 700-500. Эх, мотоциклист спереди. Стационарная камера. 60 км. Ну вот, успел появиться восклицательный знак, что я превышаю. И вы слышали? Женским голосом видеорегистратор нам сообщил, что впереди стационарная камера на 60. Так. А, ну расстояние нам до камеры тоже показывают. 200 метров. 160 метров. И вот она, камера. Так, сейчас регистратор тоже нам... Вот, просигналил, что камеру мы проехали. Задняя камера уже вся мокрая. Вот такая картинка. Опять сработало голосовое управление. Ну, больше я не вижу смысла показывать. Все камеры он вот так вот определяет. Камеры, радары. И об этом сообщает. То есть, функция заявленная работает без каких-либо проблем, без каких-либо нареканий. Здесь у меня вопросов нет. Видеорегистратор записывает видео в честном, неинтерполированном 4К разрешении 3840 на 2160 пикселей с фреймрейтом 25 кадров в секунду. Видеозаписи получаются отличного качества. Картинка очень четкая, плавная и нигде не размазанная. Здесь отличная цветопередача и отличная детализация. Угла обзора в 140 градусов вполне хватает для захвата нескольких полос движения. Номера попутных и встречных автомобилей в городе на небольшой скорости читаются с приличного расстояния. И даже на большой скорости на трассе номера встречек практически всегда с легкостью читаются. На лобовом стекле здесь, как и на всех видеорегистраторах без TPL-фильтра, присутствуют небольшие засветы от торпеды, от которых можно избавиться, разве что задрав объектив регистратора повыше или установив антибликовый фильтр на объектив. Благодаря наличию GPS на видеозаписях отображаются координаты движения автомобиля, его скорость в момент съемки, а также дата и время, что может помочь при разборе какого-либо ДТП. Задняя камера снимает в Full HD разрешении 1920х1080 пикселей с фреймрейтом 25 кадров в секунду. Качество съемки задней камеры меня порадовало. Его можно сравнить с качеством видеозаписи отдельно взятого неплохого регистратора. Обстановку на дороге отлично видно, все объекты в кадре хорошо различимы, и номера приближающихся автомобилей можно с легкостью разглядеть. А вот так регистратор снимает ночью. Обстановку на дороге видно, знаки и дорожная разметка хорошо различимы, Номер попутного автомобиля разглядеть можно, и даже если он засвечивается фарами, то иногда сделать это удается. В целом, я считаю, что ночные видео получаются отличные. Качество съемки задней камеры ночью хорошее. Видно и дорожную разметку, и дорожные знаки иногда удается разглядеть, а у подъехавших близко автомобилей можно даже в свете ярких фар прочитать госномера. Здесь также стоит учесть, что качество видео снижается из-за монтажной программы, а также урезается самим Ютубом. В общем, по качеству видеосъемки у меня к этому видеорегистратору претензий вообще никаких нет. Вот так вот видеорегистратор TrendVision MR4K записывает звук. Надеюсь, что качество звукозаписи хорошее. Вот такой вот интересный многофункциональный аппарат получился у компании TrendVision, с множеством необходимых и полезных функций. Реальное 4К разрешение, вторая камера, сенсорное и голосовое управление, GPS-информер о наличии камер или радаров и многое другое. Решение о его покупке принимать только вам. Я, как обычно, постарался вам все очень подробно и честно про него рассказать. А выводы для себя вы делаете сами. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях, постараюсь ответить. Также рекомендую перейти в моем канале на вкладку «Плейлисты» и посмотреть в плейлисте «Обзоры видеорегистраторов» мои обзоры на другие устройства. Уверен, что-нибудь интересное для себя найдете. Если этот ролик был для вас полезен и интересен, то не забывайте ставить палец вверх. Подписывайтесь на канал, впереди будет еще много полезных и интересных видео. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока!